А перед началом этого ролика, дружище, я хочу тебя попросить подписаться на мой канал. Для тебя это просто подписочка, а для меня это такой моральный буст, который заставляет меня делать контент и дальше саморазвиваться. Поэтому, если тебе понравится видео, подпишись, буду тебе благодарен. Эй, йо, народ, меня зовут Искал, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем играть в игру Херцу Файрон 4. Как вы уже догадались, исходя из превьюшки и вкладочки сообщества, товарищ Сталин и, конечно же, могучий, мать его, Советский Союз. Наша главная задача сделать из товарища Сталина не просто стратега умного, а сделать его гениальным гением, который будет стремиться к тому, чтобы в короткие сроки создать из Советского Союза настоящую красную машину, а точнее красный танк. А мы с вами посмотрим, что из этого выйдет. Как всегда, с тебя лайк, подписочка и мы начинаем. По давней традиции нашего канала мы с вами будем играть в режиме Айрон Мэн и на сложности Сержант, а это значит, что нас ждет захватывающая история. Давайте начнем. Ну что же, ребят, вот мы и загрузились в наш могучий Советский Союз. Что мы первым делом делаем? Да, конечно, распределяем наши дивизии по новым фронтам. Так как Сталин у нас стал гениальным гением, он сразу допер, что нам нужно сперва будет с вами зааннексировать Польшу, пока на нее не прилетела куча гарантов и пока в 39-м на нее не напал Третий Рэх с сеньором-художником. Вы спросите, как Сталин предположил, что Третий Рэх нападет на Польшу? Все очень просто. Это же гениальный гений, и он думает на несколько лет вперед. Давайте будем подготавливаться к новой войне. Первым делом национальных фокусов мы изучаем с вами фокусы, которые дают нам политическую власть. Это нам нужно, чтобы как можно быстрее начать клепать претензии на Польшу. Следующим делом лезем с вами в исследования. В исследованиях мы обнаружим, что у нас достаточно плохая исследовательская база, всего лишь три ячаечки для исследований, когда у Третьего Рэха четыре. Этим вопросом нужно в будущем заняться очень и очень серьезно. А пока что исследуем базовые станочки и первую электронику. Что касается нашего производства, а также строительства, мы будем с вами строить много военных заводов. В нашей стране нужно больше винтовок и больше танков. А что касается ребят производства, то основной упор конечно же будем делать на пехотное вооружение, плюс артиллерия и дополнительная оснащенка. Ну и про танчики не забываем. А дальше мы с вами занимаемся распределением наших дивизий. Как говорил товарищ Сталин, лучшая дивизия это та дивизия, которая хорошо подготовлена. Жалко, что много генералов нам придется репрессировать по фокусам, но ладно, пока что сделаем как есть. А когда мы с вами распределили наши дивизии, самое время создать уникальное и очень секретное и опасное агентство. Агентство УСАЧА. Никакие шпионские организации и рядом не будут стоять с такой организацией, которую мы с вами сделали. Агентство УСАЧА будет действовать по всему миру. Как только мы выполнили фокус и начали оправдывать цели войны на Польшу, что мы делаем дальше, ребят? Конечно же завершаем пятилетку. Нам нужна хорошая промышленность. И товарищ Сталин вместе с руководством все это прекрасно понимает. Чем больше фабрик будет у народа, точнее у страны, тем лучше будет развиваться великий красный гигант. Ну, пока еще не великий, но в скором времени, надеюсь, сделаем великим. Также товарищ Сталин проявил инициативу. Он сказал, нам нужно отправить больше танков в Испанию, набираться опыта, набираться, конечно же, боевого мастерства, если сказать по-другому. И все генералы его послушались. Поэтому несколько наших танковых бригад едут набираться опыта в Испании, а также одновременно помогать коммунистической Испании взять верх над фашистами. Тем временем, ребят, наша страна продолжает усиленным темпом развиваться. Пятилетки завершаются как нефиг делать, и очень много военных заводов у нас строится в разных регионах нашей страны. Наша страна потихонечку становится очень и очень смертоносной. Поэтому говорим трижды ура советской власти и делаем еще больше и больше военных заводов. В стране нужно больше танков. Ну, наконец-то, товарищ Сталин убедил всю общественность, что Польша — это главный враг номер один, и Сталин должен эту страну аннексировать, либо сделать марионеткой. Посмотрим, конечно же. Поэтому, недолго думая, товарищ Сталин сказал «Поехали!» и мигом Советский Союз объявляет войну Польской Республики, и начинается наступление советских генералов на Польскую Республику. Но что я хочу сказать точно, что у нас по-любому какие-то генералы против нас воюют. Посмотрите, как они упарываются. Это уже синдром Советского Союза, поэтому мы отменяем нафиг все автопланы и будем пробиваться ручками. Как говорится, отправляем Сталина на фронт, чтобы он там командовал всеми дивизиями сам. Недаром же он гениальный гений. Грамотно назначив авиацию на Польскую Республику, начинаем пробивать некоторые провинции Польши нашими пехотными дивизиями. Скоро подойдет к концу фокус, который называется «Чистки в рядах офицеров», и у нас будут жесткие дебафы. Поэтому, ребятишки, нам нужно как можно побыстрее постараться закончить эту войну. Важно, ребят, используйте штабное планирование, когда вы нападаете. Штабное планирование вам дает хорошие бонусы на атаку, и это очень сильно решает. Не забывайте прокачивать трейды генералам, они тоже очень важны, особенно трейды на пехоточку. Эксперт по пехоте, ребят, очень и очень классно. Ну и некоторым генералам можно прокачать максимальную укрепленность. Скоро поймете, для чего ее прокачивать. Главная задача нашего командования, как можно быстрее делать котлы, как можно больше стягивать войск противника в эти котлы, и закрывать их там, и, конечно же, запускать советских червячков, которые будут бродить по всей территории Польши. Таким образом, у главнокомандующих польской армии просто не будет хватать дивизий, закрывать все проблемные позиции, и дальше пробить польскую армию не составит никакого труда. Даже в таких годах, и даже с жесткими дебафами, от фокуса большая очистка. Дальше предлагаю вам насладиться малюсеньким таймлапсом. Таймкод на экране, кто не хочет смотреть, как мы докончательно добили Польшу, кто не хочет, просто ищите этот таймкодик, нажимайте, переходите к нашей истории дальше. Закончив нашу бойню с Польшей, пришло самое время восстановиться от этой войны. Да, потеряли мы там достаточно много людей, но приобрели и хорошие территории с хорошей военной и гражданской промышленностью. Теперь товарищу Сталину нужно как можно больше послать шпионов подавлять сопротивление в этих регионах, чтобы все люди поняли, что советское руководство несет мир. И, конечно же, репрессии тем, кто не слушается. Ладно, переходим теперь к другим вещам, например, цели нашей следующей атаки. Цель нашей следующей атаки это сеньор Гитлер вместе с сеньором Муссолини и, конечно же, их страны. Фашистам не место в Европе, так считает товарищ Сталин. Поэтому, как только мы прокачаем немножко наши шаблоны, создадим уникальные ультра-супер-пупер шаблоны, которые будут сметать пехотные дивизии Рейха и Италии, прокачаем также танковые шаблоны, можно будет уже готовиться к затяжной, но очень интересной войне. Товарищ Сталин считает, что если не дать Третьему Рейху разожраться и захватить его до того момента, как он станет очень огромным, то от этого выиграют все страны и, возможно, не будет огромной кровопролитной войны в будущем. Посмотрим, прав ли Сталин или нет. Мировое сообщество с ним на этот счет согласно, поэтому на Третьем Рейхе никаких гарантов от Великобритании и Франции, все поддерживают Советский Союз. Наверное. Война обещает быть довольно трудной и затяжной, поэтому мы стягиваем огромное количество наших войск на общую границу с Третьем Рейхом. Также, ребята, отдельно вам хочу сказать, не забывайте укреплять свои порты, особенно в Данциге и в Ленинграде. В эти провинции часто будут совершаться высадки со стороны итальянцев, это вам так говорю на будущее. А если взять в общем нашу ситуацию, конечно же мы уже исследовали ремонтную роту, которую запихнули в наши простые шаблоны, немецкие танки, немецкое вооружение, немецкая ПВОшка нам пригодится и очень сильно. Также отдельно хочу сказать про ПВО. Я планирую создать новые 9, где будет ПВОшка, поэтому надо уже начинать потихонечку производить такое вот оснащение. Дополнительно можно обезопасить себя от бомбардировщиков и штурмовиков Третьего Рейха, построив несколько штучек станционарного ПВО в регионах бывшей Польши и нынешнего Советского Союза. Ну и не забывайте прокачивать свою политику. Покупайте резины, резины у Советского Союза не хватает. Нанимайте больше политиков, жалко плохие у нас министры на военное дело. Ну ладно, хоть какие-то и есть, и на том спасибо. Застраивайте больше военных заводов в регионах ваших стран. И военные заводы тут рулят вообще жестко. Ну что, дождались мы хорошего момента поднакопили. Оснащение все наши дивизии практически полностью укомплектованы, кроме танковых дивизий, но они тоже уже будут в скором времени готовы на все 100%. А вот цель войны у нас потихонечку истекает. Поэтому, недолго думая, объявляем войну Третьему Рейху. Тем самым развязывая не Вторую Мировую Войну, но Советский Союз против Третьего Рейха, Европа против Азии и Европы. Полумировую Войну. Так как у нас Сталин стал гениальным гением, он запретил своим дивизиям, своим генералам упорваться на чужие провинции. Поэтому у нас пока что застойно, будьте уверены, Третьему Рейху когда-то это все надоест, и он будет стараться вас пробивать, и тут вы его подловите. Не забывайте оборонять Данцик и Ленинград, особенно акцентирую на этом внимание. Также, ребят, очень и очень важно, как только вы объявили войну Третьему Рейху, по национальным фокусам возьмите фокус уроки войны, он вам мгновенно снимет ужасный дебаф на вашу армию. Чистки офицеров не будет у вашей страны, и тогда вы сможете на равных воевать с Третьим Рейхом. А пока что не смейте его пробивать, сидите в обороне. Ну что же, товарищ Сталин оказался даже гениальным гением стратега. Ладно, окей. Мы продолжаем с вами воевать с Третьим Рейхом, но на этот раз мы с вами отсиделись как следует в обороне. Немецкие дивизии поупарывались немножко на нас, особенно в районе Кёнигсберга. Теперь мы можем смело попробовать выбить все эти дивизии, и закончить наше сражение на этом участке фронта, и перенести всех наших генералов, которые сражались в Кёнигсберге, на основной наш фронт, и пробовать уже пробивать Третий Рейх. Отдельно хочу сказать, пока вы смотрите за тем, как я разбираю на части германские войска и итальянцев, да, я профукал высадку, они высадились в Данциге, но надеюсь, я это в скором времени законтрую. Увидите, короче. Что я хочу сказать. Как только мы лишились с вами очень проклятого дебафа на организацию, на атаку дивизии, на защиту дивизии и т.д., прокачали с вами поддержку войны и многое-многое другое, воевать стало намного легче. Как вы видите, я без особых на то проблем пробиваю немцев, которые находятся в Кёнигсберге. Объясняется это очень и очень просто. У нас армия ничем не уступает немецкой армии. Я подкорректировал шаблоны, создал новый классный шаблон, где сороковушечка, где есть артиллерия, ПВОшечка. Просто красота, огромный прорыв, хорошая организация. Они разносят пехотные дивизии Третьего Рейха вообще как нифиг делать, только инфраструктуру всю в ноль убивают, ну ладно, её можно восстановить. Закончив битву и освободив данцы, которые итальянцы у нас всё-таки каким-то образом захватили, профукал я этот момент, но ничего страшного. Мы переводим все наши дивизии на общий фронт с Третьим Рейхом и готовимся к глобальному прорыву. Но для этого нам нужно с вами подождать, когда Третья Рейх на нас будет упарываться, либо хотя бы пойдёт в атаку, и тогда начать контратаку. И это, ребята, у нас с вами получилось. После очередной атаки немцев мы с вами сделали парочку ротаций и сразу перешли в контратаку, это очень важно. Используйте вынужденную атаку, когда вы будете переходить в контратаку. Это вам позволит моментально сносить организацию у дивизий противника, которые только-только напали на ваши провинции. Дальше нам остаётся очень и очень лёгкая задача не упустить то, что мы сейчас с вами сделали, то есть разбили очень много вражеских войск, позанимать как можно больше войск противника в котёл и в короткие сроки позахватывать важнейшие точки и города Третьего Рейха Берлин, Штугард, Лейпциг и так далее. Между тем, отдельно ещё раз повторюсь, ребят, не забывайте прокачивать своих генералов, не забывайте прокачивать свою промышленность и, конечно же, следить постоянно за производством. По мере того, как вы будете продвигаться по территории Германии, вам будут доставаться всё больше и больше военных заводов. Ставьте их в основном на пехотное снаряжение, так как мы сейчас воюем на автоплане, пехотное снаряжение будет тратиться очень и очень много. После того, как мы взяли с вами Берлин, мы в значительной степени ослабили экономику и военную промышленность Третьего Рейха. Дальше нам остаётся просто пройти по северу, в окружную через все территории Третьего Рейха, видите, короче, к Бельгии и Нидерландам, и дальше пробовать делать огромный массовый котёл, который просто похоронит заживо все немецкие дивизии. Всем этим я предлагаю вам насладиться на таймлапсе. Как всегда, таймкод на экране, кто не хочет смотреть этот таймлапс, можете пропустить его и перейти к финальной части этого видеоролика. Это последний таймлапс за этот ролик, но он вышел очень интересный и очень поучительный для новичков, поэтому советую его посмотреть. Ладно, а я удаляюсь. Товарищу Сталину привет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот и долгожданная капитуляция Третьего Рейха. Что я хочу вам сказать. Надеюсь, вам понравился данный таймлапсик. Вы видели, как я обошел Третьий Рейх, как я просто уничтожил его, считайте, максимально. Хотя это не моя заслуга. Мы забываем, кто тут у нас главный чемпион и главный стратег и гений. Товарищ Сталин, я вас люблю. Дальше что мы делаем? Закрываем все оставшиеся котлы с Италией, по максимальному уничтожая людские ресурсы и т.д. Котлы эти закрываются очень легко, там буквально уже оснащения в этих дивизиях не хватает, поэтому мы их просто закрываем и переходим к последней нашей стране, которую нам нужно захватить, чтобы началась долгожданная мирная конференция. Это Италия. Давайте посмотрим, что мы придумаем с Италией. В начале ноября 1939-го мы с вами вторглись в Италию, а уже позднюю осенью 1940-го года взяли Рим. Италия на один шаг близка к капитуляции. С Италией воевать намного легче, чем с Третьим Рейхом, хотя тут даже можно и поспорить, потому что Италия не упарывается, и ее приходится пробивать самому. Но, как вы видели, немножко раньше я ее без проблем пробил и даже несколько дивизий итальянцев занял в котел. А дальше по Риму прокатиться, да и по важным городам итальянцев, не составит особого труда. Главное, переведите огромную часть своих войск куда-нибудь в Германию, чтобы подавляли сопротивление, потому что вы будете терять очень много оснащения из-за снабжения. Ну что же, ребят, вот и долгожданная мирная конференция. Мирная конференция, на которой Сталин в Соляново вынес Германию и Италию. Конечно же, благодаря его гениальности. Так, ребят, как мы с вами поделим Германию, Италию и т.д. Все очень и очень просто. Заберем с вами практически всю северную часть Германии, включая Берлин. Германии отдадим южную часть и немножко Италии. Также Италию полностью сделаем марионеткой. На дележке стран я сделал какой-то регион Италии своей частью, точнее части своей страны, но не волнуйтесь, после мирной конференции я вернул этот регион обратно Италии. Что же, ребят, таким образом пора нам подводить с вами итоги. Катка вышла очень интересная, очень классная, и мне было приятно бы в нее играть, понимаете? Вот прям интересно было воевать с Рейхом, с Польшей и Италией. Давненько такого кайфа не испытывал. Надеюсь, вам тоже понравилось то, как я вам подал этот материал. Буду благодарен за вашу подписочку, за ваш лайк, и, конечно же, за ваш комментарий. Пишите, что хотите. Отвечаю на любые комментарии. Можете своими глазами убедиться на прошлых роликах. А с вами был майор Искал. Большое спасибо товарищу Гению Сталину за то, что он привел Советский Союз к победе и изменил историю. А я хочу сказать, до скорой встречи, ребят. Любите хойку. И по старой традиции, кто дослушал до этого момента, вы элитка вдвойне, а кто смотрел таймлапсы, все два таймлапса, то вы элитка вдвойне. Просто красавчики.